Я хочу, чтобы вы четко осознавали, любые попытки бизнесменов воздействовать на органы государственной власти с целью создать крышу для своей хорошей жизни будут оборачиваться крахом для подобных инициатив и структур. Для вашей работы нормой должно стать не лоббирование интересов отдельных фирм и компаний, а масштабная разносторонняя конструктивная деятельность. Не выбивание льгот и дотаций из бюджета, а увеличение вклада частного сектора в производство валового внутреннего продукта в повышение эффективности нашей экономики. Во-вторых, хочу подчеркнуть, если кто-то из бизнесменов будет финансировать пятую колонну или каким-то иным способом оказывать негативное влияние на общество, то я буду считать, что они включились в политическую борьбу, борьбу против государства. А там свои законы, я уже об этом говорил. Потом не обижаются пусть подобные бизнесмены. В-третьих, участие в социальных программах должно быть нормой жизни для предпринимателей. Тогда люди будут вас уважать и не придется рассуждать о негативном имидже бизнесменов. Четвертое. Чтобы совет не был карманным, я специально просил сформировать его без участия государственных служащих, чиновников, за исключением председателя. Вы люди уже состоявшиеся в бизнесе. И для меня очень важно слышать ваше мнение по наиболее актуальным вопросам социально-экономической политики. Причем мне особенно интересно альтернативная точка зрения, отличающаяся от точки зрения правительства и других чиновников. Жду от вас предложений, но не по частным, а по общим вопросам. По тем, которые должен решать президент или на которые он должен обращать особое внимание. Руководителем совета назначен Петр Петрович Прокопович. У него прямая связь с главой государства. Так что прошу быть более деятельными, чтобы страна получала реальную пользу от вашей работы. Пятое. Важнейшая задача совета активно влиять на предпринимателей. Разумно доводить до них государственную политику, чтобы обеспечивать оптимальное сочетание интересов нашего общества и бизнеса. Создавать условия для цивилизованного рынка. Поддерживать производителей товаров и услуг, а не спекулятивный бизнес. В-шестых. Модернизация экономики, о которой немало сказано, задача не только государственного сектора. В ее решение необходимо вовлечь весь отечественный бизнес и максимальное количество иностранных инвесторов. В свое время Совет создавался для того, чтобы помочь наиболее полно раскрыться позитивному потенциалу предпринимательства. Стимулировать, поддерживать становление эффективно работающих рыночных структур. По-деловому, без бюрократизма решать назревшие проблемы. И сегодня хотелось бы услышать ваше видение того, как сделать работу этого представительного органа наиболее результативной. Решения, принятые нами сегодня, должны кардинально улучшить работу Совета, чтобы она соответствовала высоким современным требованиям.